Благодарственные письма и знаки «Почетный энергетик» из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получают лучшие специалисты региона. Поздравляя награждаемых, губернатор отметил, что их труд очень востребован. День энергетика празднуется в самый короткий день в году, для того, чтобы у людей еще раз была возможность вспомнить, как важен труд энергетики. Невозможно сегодня представить, конечно же, нашу жизнь, работу наших предприятий без мощного энергетического комплекса. Я, конечно, сердечно благодарю сегодня наших ветеранов, дай Бог здоровья, за созданную систему и, конечно, нынешнее поколение трудовых коллективов, в первую очередь, за надежность, за надежность функционирования энергосистемы. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил трудовые коллективы за помощь вооруженным силам России. Губернатор отметил и работников энергоотрасли, внесших значительный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе, в целом и конкретно в городе Побратиме-Снежное. Я знаю, что трудовые коллективы предприятий энергетического комплекса заботятся о семьях военнослужащих, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо нашей Родиной. И, конечно же, чем могут, поддерживают нашу армию, приближая столь желанный день победы. Я сердечно за это вас всех благодарю сегодня и надеюсь, что эта работа, работа наших душ, она продолжится и дальше. После поздравления губернатор оценил работу нового центра мониторинга качества ресурсов энергосбыта. Специалисты в режиме реального времени могут отслеживать параметры температуры и давления по всей цепи, от источников тепла до потребителей. Так быстрее можно обнаружить аварию и устранить ее в кратчайшие сроки, а также обнаружить участки, которые подлежат первоочередной замене. Потребитель получает правильное тепло, правильный объем начисляется, нет вот этих перерасчетов и, соответственно, мы снижаем как технологические потери, так и коммерческие. История региональной энергосистемы насчитывает уже более 90 лет. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, сегодня система разрослась до мощного энергокомплекса. И продолжает развиваться благодаря внедрению цифровых технологий. Это помогает развивать регион. По прогнозам экспертов, в этом году индекс промышленного производства составит 109%, а в обрабатывающих производствах около 115%. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.